Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Легко ли быть модным и стильным в Череповце и как рождаются удивительные коллекции одежды? Об этом и многом другом будем разговаривать сегодня с моей гостьей, педагогом театра моды и костюма «Ренессанс» Елизаветы Олениной. Елизавета, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мода и стиль в чем различие для вас? Мода – это, наверное, то, что мы применяем каждый день, либо вообще, если от каждодневного уходить, то это какие-то вещи-кутерье на подиуме. А стиль – это все же более консервативно для нашего города Череповца, это так, как мы ходим. Но вещи бывают стильные на самом деле, которые охота одевать и носить ежедневно, выглядеть очень хорошо. Стильным человеком быть сложно? Это несложно. Этому можно научиться достаточно быстро, мне кажется, но для этого не нужно быть ленивым человеком. Да, то есть, если посмотреть на улицы нашего города, можно сказать, что череповчане в плане стиля и моды достаточно ленивы? Ну, отчасти да, потому что за стильными вещами нужно и побегать, правильно подобрать по фигуре. Не каждую вещь можно схватить в магазине, если не говорить о пошиве. Не каждая подойдет, даже если она очень нравится. Ну и за вещами нужно ухаживать, как меню. Хочу спросить, в вашей коллекции, вот они все-таки больше модные или стильные? Мне кажется, и то, и другое, потому что в каждой коллекции применяются модные тенденции, которые существуют на данный момент в мире. Мы просматриваем, перед тем, как что-то шить, модные тенденции просматриваются, выбираются какие-то нюансы и потом отшивается коллекция. Применяется это все. В принципе, я бы сказала, что они стильные, потому что во многих я бы смогла пойти по городу. Вы же занимаетесь детьми. Вот это чувство, вы у них воспитываете как, каким образом? Вы на каких-то примерах, вот пришли новенькие к вам? Вообще, хотелось бы верить, что мы воспитываем это чувство и стиля, и моды. Хотелось бы в них это все закладывать. Во-первых, сначала через себя пытаемся донести, одеваться не совсем так, как принято это в городе, может быть, более ярче. Пытаемся донести чувство даже макияжа сейчас, которое, мне кажется, родителями чуть утрачивается. И говорится о том, что ребенок все же и женщина интереснее в более натуральном состоянии. Но и по одежде то же самое. Пытаемся смотреть модные журналы, выезжать, если это возможно, за границу, смотреть что-то новенькое. Если не за границу, то Санкт-Петербург или Москва. И там тоже на примерах модных показов, на которые мы попадаем, или даже пройдясь по модным магазинам, показывать детям, какие тенденции у нас сейчас существуют, чтобы они не боялись применять какую-либо, как им кажется, не совсем адекватную одежду. Я думаю, что на самом деле это все можно комбинировать, соединять в костюмы и быть стильной и модной. Ну, вы знаете, вот я тут недавно чуть не попалась на глаза. Последняя коллекция, вернее, последний модный показ, не знаю уж там, что за модельер был, я когда увидела то, что там демонстрируют нам на подиуме, мне стало реально плохо. Потому что вот в реальной жизни это вообще никак носить нельзя. Есть такие показы... Ну, это вообще от кутюр, мне кажется, совсем от кутюр. Я понимаю, о чем вы говорите, но в данных показах можно смотреть какие-то элементы, которые приемлемы. То есть чаще всего все равно коллекция разрабатывается, когда даже кутюрье, там есть определенные цвета, да, проходящие через всю коллекцию. Либо какие-то... Какой-то декор, либо элементы в одежде, постоянно показывающиеся, так скажем. Или сейчас были модные показы, где концы материалов у юбок, у жакетов висели, как будто оборванные были, заостренные. Что-то можно применять такого рода. Не надо брать все досконально. Да, мы будем, скорее всего, особенно в нашем городе, выглядеть в этом ужасно и неприемлемо. Но какие-то элементы модных тенденций вообще брать можно и стоит. Елизавета, хочу спросить, а почему в вашем театре «Ренессанс» нет мальчиков? Мы больше работаем на то, чтобы детки учились сами рукоделию и потом показывали то, что они шили сами. У нас были мальчики, мы сотрудничаем с мальчиками. И мальчики у нас занимались, но не так долго они у нас держатся. Это раз. Особенно на группах рукоделия. Все же мальчики более подвижные. А вообще был мальчик, но он занимался в цирке у нас во дворце. Сейчас в Москве закончил цирковое в этот год. Мы с ним сотрудничаем до сих пор. Он участвует в наших коллекциях. И когда был маленький участвовал, и сейчас уже... То есть он больше как модель, правда? Сейчас больше как модель, да. Согласна. Но были молодые люди, которые и готовы были рукодельничать. Так, рассказывайте, как рождается идея коллекции? Коллекция – это вот действительно, про то, что вы говорили, это некая такая связующая нить, которая должна объединять все модели. Вот как рождается именно идея? Ну, если честно, у нас есть на каждый год тема конкурса, под который мы уже придумываем коллекцию. Здесь нам становится чуть легче, да, когда есть тема, и мы с ней уже работаем, именно отталкиваясь от темы. А есть коллекции, которые хотят шить дети. Ну, например, мы выбираем цвет и уже от цвета отталкиваемся. Либо, если это дети, например, первого года обучения, мы отталкиваемся, что там мы шьем юбки. Кто что захотел, вот получается коллекция юбок. Но ограничиваемся опять либо материалом, либо цветом, либо чем-то. Либо просто на любую тематику, как у нас сшиты, например, не новые, правда, коллекции, но восточная коллекция. Либо черно-белое кино, достаточно старая коллекция, где дети могли просто даже из своих вещей скомбинировать, из сшитых на занятиях, целую коллекцию одежды. То есть вы хотите сказать, что ваши дети сами придумывают эти коллекции? Ну, да, конечно, не без помощи педагогов и не без помощи художника, но они пытаются самостоятельно придумывать для себя коллекции. Вот в данном случае пока разложена будущая коллекция сумок для детей младшего возраста группы рукоделия. Но они самостоятельно придумали рисунок, воплотили его в жизнь, а дальше мы их сошьем под присмотром педагога. И будет целая коллекция, которую мы можем показать родителям на сцене. А какое рукоделие вы им преподаете? Вы все время говорите рукоделие, рукоделие. Что вы тут делаете? Вообще занимаемся декором рукоделия, любое, которое могли заниматься даже наши бабушки, и сейчас, которое в тенденциях моды. Но в данном случае вот это текстильная роспись по ткани. Потом мы много вышиваем лентами, то, что и применяется в коллекции. Просто вышивкой, нитками мулине тоже сейчас много тенденций в моде по вышивке. Именно по украшению одежды с помощью различной вышивки. Вот, поэтому сейчас, если посмотреть на сайтах, много вышивки на джинсах, которые украшают и рваные джинсы, и просто джинсы, где можно задекорировать даже, на самом деле, любую неурядицу, которая случилась с одеждой, можно создать так, что никто и не поймет, что что-то там было неправильно. Вот это мы и учим. Именно через рукоделие, через создание декора на материале, на какой-то определенной, может быть, одежде, мы пытаемся воплотить, вот, шить в конце года шапочки с детками, сумочки, чтобы воплотить их фантазию именно в детали одежды. А непонятно, еще маленькие детки не смогут шить какую-то большую, сложную вещь, но маленькие вещи мы с ними отшиваем уже с тем рукоделием, с тем декором, который они прошли в течение года. Ну, рукоделие, это же, оно требует такой усидчивости, это же вот сколько надо терпения, чтобы там, не знаю, вышивать там гладью или крестиком. Вы как, вот, детей 21 века, в наш сумасшедший век, когда мы все время куда-то бежим, и дети наши тоже туда же бегут, как вы их умудряетесь вот убедить, что вот это вот надо, что вот надо вот посидеть, постараться, попробовать? Ну, самых маленьких не приходится удерживать. Уж если кто пришел и кому интересно, они остаются, трудятся сначала с небольшого количества времени, а у старших там уже желание выступить на модных показах, показать коллекцию, и там уже гонка за лидером начинается, охота доделать, охота выступить, и это толчок для того, чтобы много трудиться. Я знаю, что ваш коллектив ездит регулярно и в Москву и Санкт-Петербург на различные показы. Вот что говорят о ваших коллекциях известные модельеры? Последний раз, когда мы сейчас были на конкурсе Шапо, нас очень похвалили. Сказали, что наши костюмы и шляпы очень интересные. Они были сшиты из джинсы, костюма, и нам сказали, что даже с точки зрения того, что джинс это сложный, очень грузный, тяжелый материал сам по себе, мы смогли создать коллекцию так, что она стала очень легкой, женственной, девчачьей, модной. Поэтому мы были очень вдохновлены этой похвалой и оценкой жюри. Показы театра Ренессанса – это не просто какая-то музыка, и девочки ходят по подиуму. Это своеобразный спектакль. Присутствует некая драматургия, присутствует некая хореография. Это как придумывается? В тематике коллекции, так как есть не только тема, но и смысл каждой коллекции, под это подбирается уже музыка, движение, работа хореографа, постановщика. То есть здесь прям такая работа целой-целой команды? Да. Начиная с художника, с конструктора, потом это хореограф, режиссер-постановщик и еще человек, занимающийся актерским мастерством. Да, это целая профессиональная команда. Она работает уже давно. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о мире моды, которая создается руками детей, вашими руками. Творческих успехов и, конечно же, побед и вам, и вашим девчонкам. Я думаю, что пора уже, наверное, на международный уровень выходить и там всех покорять красотой и таким необычным взглядом череповецких художников вот именно к таких интересных коллекций моделей. Всего вам самому доброго. Спасибо. Спасибо огромное вам за чаплые слова. Мы будем стараться. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю. В следующую среду не пропустите. Вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока.